Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Открытие Олимпийских игр в Анапе. 7 февраля на Театральной площади прошла торжественная церемония. Совет молодых депутатов Анапы – первые и лучшие в крае. Контроль и порядок. Сотрудники ГИБДД защищают интересы законопослушных анапчан. Отчитались и запланировали. О работе ЖКХ строительной и транспортной отрасли в 2013 году отчитался заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Начнем с самой обсуждаемой темы во всем мире. 7 февраля миллиарды людей наблюдали за церемонией открытия Олимпийских игр в Сочи. Сотни анапчан смотрели прямую трансляцию со стадиона Фишт в Сочи на главной площади Анапы. Здесь прошла олимпийская акция «Мы верим в победу России» с флешмобом и яркой музыкальной олимпийской постановкой. На главной концертной площади собрались ветераны спорта, молодые начинающие спортсмены, студенты-волонтеры, жители и гости курорта, чтобы вместе встретить события мирового уровня – 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи. С приветственным словом к собравшимся в Анапе в этот вечер обратился мэр города Сергей Сергеев. Анапа имеет самое непосредственное отношение к этим Олимпийским играм. У нас есть один маленький недостаток, и я хочу о нем сказать. У нас нет своего представителя среди спортсменов, но я думаю, в следующем Олимпийском игре мы вырастим этих людей, и они с гордостью будут представлять Анапу на Олимпийских играх. 22 факелоносца-спортсмена пронесли факелы, зажженные у исторического агонистического каталога в музее Горгипе, до театральной площади. Знаменитые анапчане – призеры чемпионатов Европы и мира. Тяжелоатлет Олег Чен и самбистка Кристина Усова вместе с мэром Анапу Сергеем Сергеевым зажгли главный символ Олимпиады – пять Олимпийских колец. Люблю Олимпийские игры, вообще люблю спорт очень сильно, всегда болею, особенно за волейбол. Наши мальчики вообще молодцы очень-таки, поэтому за волейбол буду болеть однозначно. За фигурное катание, за вопслей, за лыжников, за наших, за Россию, за все буду болеть. Я вообще спорт люблю, а тем более такие игры, игровые виды, пиатлон, фигуристы вчера тоже порадовали. Сегодня началась Олимпиада уже радостно. Да, буду смотреть, конечно, как наши будут побеждать. Я уверен, что они победят, потому что Россия – это сила. На сцене Центра культуры Родина выступили творческие коллективы Анапы. С этими номерами артисты будут представлять в Кубани всю Россию в культурной программе в Сочи. В 2014 символично на театральной площади началась прямая трансляция торжественного открытия – 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И к другим темам. Сфера ЖКХ проблемная и вызывающая много вопросов. О состоянии системы жилищно-коммунального хозяйства за 2013 год отчитался заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Озвученные цифры впечатлили собравшихся на публичное совещание общественников и руководителей ТОС. Порадовали перспективы развития. Реализация крупных инвестиционных проектов в городе-курорте уже началась. За сухими цифрами по замене и ремонту инженерных коммуникаций стоит огромная работа. Взять, к примеру, замену участка теплотрассы на улице Маяковского. Всего 560 метров, но за каждой цифрой немалые средства и объем работ. Каналы у Джигинки расчищали несколько дней и, как результат, свели к минимуму угрозы подтопления села. В прошлом году было отремонтировано 18 многоквартирных домов общей площадью 46,5 тысяч квадратных метров. Анапа – один из немногих муниципалитетов, который уже в пятый раз стал участником программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2013 году в 10 сельских округах в микрорайоне Алексеевский и Хуторе Чембурка был выполнен ремонт 145 улиц. Отсыпано 10 тысяч кубометров щебня. Сделано около 3 тысяч квадратных метров тротуаров. В 2014 году планируется произвести ремонт и строительство 15 тысяч квадратных метров тротуаров. В прошлом году впервые за несколько десятков лет проведена масштабная реконструкция основных трансформаторных подстанций. Кубанинерго с привлечением прикомандированных предметов Морозка Юга произведена масштабная реконструкция основных трансформаторных подстанций на территории муниципального образования. Всего Кубанинерго выполнена работа на 1 миллиард 122 миллиона рублей. Благодаря вышеуказанным мерам курортный сезон 2013 года прошел фактически без аварийных отключений электроэнергии, чего не было с 2005 года. В Анапе реализуются два крупнейших инвестиционных проекта по строительству сетей холодного водоснабжения от Джигинского до забора проектной мощностью 18 тысяч кубометров в сутки. Это огромные вложения в хозяйство города-курорта. В 2013 году газифицировано 2395 домовладений и работы по газификации будут продолжаться. После доклада с общественниками обсудили ряд вопросов по платежам за коммунальные услуги, в частности по вывозу мусора. Жители многоэтажных домов получили извещение, что с января 2014 года тарифы на ТБО меняются не с человека, а почему-то с метра квадратного живоплощади. Рассматривался ли этот вопрос на комиссии по ценам и тарифам и в курсе ли администрация? Администрация вообще удивилась, когда коммунальщик поднял все это на квадратный метр. Они провели все это увеличение без согласования с администрацией, хотя мы не имеем тарифной политики управляющих компаний. Тариф в администрации не повышался. То, что произошло на квадратный метр, администрация считает это неправильно. И на прошлой неделе мы провели обширенное совещание с населением, которое здесь. И я думаю, что в ближайшее время все станет на свои круга. Перспективное развитие города – это, конечно, хорошо. Но людей интересуют вопросы, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Почему в сквере на Чехово появился забор? И где теперь гулять с детьми? Почему в платежных квитанциях появился ОДН? И зачем отменили автобус «Анапа» тоннельная? На одни вопросы ответы были получены в ходе совещания. Другими власти займутся вплотную. И о результате расскажут в ближайшее время. Вадим Родин, Алексей Мухортов, «Анапа-регион». В отдел ГИБДД «Анапа» поступил звонок. Водители сообщили о блокировке проезда с улицы Рождественская в переулок Ильинский. Прямо на перекрестке свалка строительного мусора. Сотрудники ГИБДД и дорожной службы выехали на место происшествия. На месте тихийного завала проезда побывала и наша съемочная группа. Улица Рождественская пока не заасфальтирована. И автомобили, сворачивающие в переулок Ильинский, оставляют на асфальте грязь. Спиленные ветки, строительные отходы, стена из мусора на повороте напоминают баррикаду. Эту свалку устроили жители переулка Ильинского. При этом строители мусорных баррикад не задумываются о том, что преграждают путь скорой помощи и транспорта МЧС. А создавание безопасных условий для жизни и здоровья людей нарушают градостроительные нормы и правила дорожного движения. Неоднократно уже с жителями этого переулка загораживался проезд после того, как был уложен асфальт на этой улице. Такое заграждение проезжей части по нашим ГОСТам, СНИПам и другим нормативным документам недопустимо. Данные вопросы вообще по заграждению какой-либо проезжей части, либо дворовой территории должны решаться цивилизованно через администрацию, через комиссию по безопасности дорожного движения. Завал начали разбирать работники бригады дорожно-ремонтной службы. Жители переулка Ильинского так и не вышли из домов, чтобы высказать свою позицию. Стыдно или просто не хватило смелости. За такое нарушение виновному придется заплатить штраф. Человека, который будет заграждать, создавать препятствия для движения, значит, будет привлечен к административной ответственности по статье 12.33. Не пойман ни вор. Ждут жители микрорайона и соседи, когда нарушитель проявит себя. Ждут сотрудники ГИБДД и контролирующих служб. Выписать штраф, после которого к нарушителям, возможно, вернется совесть. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа-регион. Совет молодых депутатов города-курорта выполняет наказы своих избирателей. Яркий пример этому победа председателя Совета молодых депутатов Анапы Светланы Хижняк в краевом конкурсе. В этой книге председатель Совета молодых депутатов Анапы Светлана Хижняк регистрирует жителей станицы Анапской, обратившихся за помощью. В прошлом году прошло 89 приемов граждан по личным вопросам. Вот и сегодня к молодому депутату с надеждой разрешить бытовую проблему пришел Георгий Вовк. Сосед построил трехэтажный дом и своим строением закрыл Георгию Тимофеевичу вытяжку от газового котла. Когда сильный ветер дует с моря отсюда, я сижу на кухне, боюсь, что газ-то тухнет, найдет газ, или свет включишь, или еще что-нибудь, рванет, все разнесет. Проблема эта без внимания не останется, уверяет депутат и принимает решение. По указанному адресу выйдет административная комиссия. В составе участкового – председателя ТОС, представителей городской и сельской администрации, а также специалиста градоинспекции. «Все во благо избирателей» – таков девиз работы Светланы Ивановны. Поддерживает молодые семьи, часто рассказывает о социальных программах, принимает участие в заседании Молодежного совета Анапы, выступая с рядом инициатив. Вместе с ребятами Дома культуры Станицы Анапской и сотрудниками сельской администрации наводит порядок по дворах у ветерана Великой Отечественной войны и благоустраивает территорию Музея Героя Советского Союза Сурена Аракеляна. Она создала клуб «Исторические хроники», в котором школьники учатся снимать фильмы о героях различных войн. Первый уже вышел на экраны местного ДК. Большая работа ведется Светом ветеранов Анапского сельского округа. Вот все. И материально, и морально, и предоставляет помещение. Организации вечеров, вечеров встреч и трех поколений, вечеров встреч на Новый год именно для участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, трудового фронта и локальных войн. На краевом конкурсе на лучший совет молодых депутатов Краснодарского края, выбирая лидера среди городов Кубани, комиссия оценивала работу по таким направлениям, как взаимодействие с избирателями и органами исполнительной власти, развитие местного самоуправления, проведение масштабных акций. Ну и когда было озвучено, что первое место – это будет комплексная спортивная площадка за 3 миллиона 400, и дальше пошло второе, третье место – это детская площадка, тоже становилось более интересно. Потому что ты понимаешь, что да, на твоем округе бы хотелось это поставить, ты уже в мыслях запланировал, где это будет. Было к чему идти. И старания оправдались. Среди советов молодых депутатов Краснодарского края первое место присвоено Совету молодых депутатов Анапы, который возглавляет Светлана Хижняк. Приз 3 миллиона 400 тысяч рублей пойдет на приобретение комплексной спортивной площадки, которую установят на территории 12-й школы Станицы Анапской. У председателя Совета молодых депутатов еще много идей, которые бы хотелось воплотить в жизнь. В 2015 году Россия отметит 70-летие со дня Великой Победы. В течение года Светлана Хижняк и ее команда единомышленников будут работать над проектом «Историческая тропа города воинской славы». Будет создана электронная карта, на которой отметят места расположения памятников, мемориальных досок, музеев. Появится новый документальный фильм о ветеранах Великой Отечественной войны Станицы Благовещенской. Впереди исполнение наказов избирателей по утвержденной программе. Победа Светланы Хижняк на краевом конкурсе – это большая кропотливая работа и яркий пример тесного взаимодействия депутатов и избирателей. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. В Центре культуры Родина анапских казачат поздравили с началом Олимпийских игр в Сочи. По традиции мероприятие началось с молитвы. Слушателей заинтересовал художественный руководитель творческого объединения духовно-исторической и казачьей поэзии «Слава России» Владимир Никитин. Он рассказывал ребятам свои стихотворения и исполнил мелодию, написанную специально для Анапы. Владимир Никитин рассказал ребятам историю православных праздников и о жизни Сергея Радонежского. Говорить о преданности православной вере, воинских традициях и патриотизме – один из методов воспитания казачат. Ведь казачество – это сила, на примере которой можно возродить лучшие духовно-нравственные традиции российского общества, сохранить единство народа, дать молодежи пример служения Отечеству. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова